Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мне вот со вчерашнего дня не дают покоя это интервью Чулпан Хаматовой, которое она дала в программе «Скажи Гордеевой». Программа эта выходит на YouTube. Вы знаете, я хочу сказать, что я посмотрел с перемоткой. У меня омерзительное чувство, скажу честно. И это уже третий ролик на эту тему. Но я не могу, вот, третий ролик, я все не могу выплеснуть все то, что есть внутри, когда я просмотрел, услышал это все. Вы знаете, вот, я симпатизировал, скажу честно. Симпатизировал Чулпан Хаматовой, как актрисе. И сотрудничал с фондом «Подари жизнь». Для меня это, вот, понимаете, как... В общем-то, меня это и не касается. Но, как гром среди ясного нем, потому что я не ожидал. Вот, просто не ожидал именно от Чулпан Хаматовой такого. Вы знаете, все интервью, все интервью, вот, если посмотреть внимательно, мне впечатление, как будто она играет. Вот эти, знаете, такие артистические блин, отворот головы, какие-то слезы и так далее. Вот, знаете, ощущение игры. Я вот долго думал, думаю, ну для чего нужно, ну как, ну что да как. Ну, во-первых, стало понятно, конечно, что там не домик в деревне, а довольно в престижном районе, насколько вот вы написали в комментариях. Она купила землю и дом в довольно престижном районе. И афиши уже, как пишут по Европе, развешаны. Не знаю, правда или нет, но так пишут. То есть без работы она не останется, естественно. И вот эти все разговоры о денег на 3-4 месяца, это, конечно, все, я не знаю, для кого это нужно. Но вопрос в другом. Попытка, попытка быть ближе к людям, с общакостями этой головой, ой, это денег на 3-4 месяца. Вы понимаете, я уже говорил, близость к людям определяется не попыткой совершенно как-то непонятно, да, сделать голову немытой или сказать, что у меня денег на 3-4 месяца. Ну, то есть, как им кажется у большинства, да, людей в России проживающих. Хотя у большинства людей, проживающих в России, денег на 2 недели не хватит. Поэтому вот это желание быть ближе к народу, понимаете? Но желание быть ближе к народу бесполезно было делать такое интервью с желанием быть ближе к народу. А это журналистка Гордеева, я ее знать не знаю, но я хочу сказать, вот я ее видел, я до этого, конечно, ее видел там пару раз, но я не смотрел интервью, ее программу не смотрел. Господи, но она не актриса, и настолько видно вот мое субъективное оценочное мнение, что она играет. Вместе с ней пытается заплакать, что-то там еще. Вот впечатление, знаете, как будто заказуха какая-то, вот мое мнение, просто мое мнение. И я все думаю, ну для чего, ну решила уехать, ну уедем, зачем нужно это все? И вы знаете, какая у меня пришла мысль в голову? Ну фонд, фонд достаточно крупный, и подари жизнь. Вы знаете, что он, что такое фонд? Это когда люди отдают свои деньги, предприятия, организации, значит, отдают свои деньги для того, чтобы фонд распоряжался, помогал, так сказать, больным детям, в частности, да, в данном случае. Вы знаете, такой поступок, естественно, будет расценен определенным образом, как он и расценен, и понятно, что удар будет очень большой нанесен по фонду, в первую очередь. Это же понятно. И ну люди скажут, господи, ну а зачем я буду переводить этот фонд, когда, значит, одна из основательниц фонда живет в Латвии, уехав и бросив страну в трудный момент. Понимаете? Вот в чем дело. И понимая, видимо, это, я так предполагаю, я не утверждаю, правление фонда приняло решение, возможно, об этом интервью. Чтобы Чулпан Хаматова не просто уехала, а чтобы она села и такой мини-исповедь перед людьми, что и денег и на такси у нее не было, и люди добрые помогут, и денег на 3-4 месяца. А что же она не села и не сказала, что несколько лет назад накупила роскошную землю в роскошном месте, начала стоить роскошный дом, что гастроли у нее уже и по Европе будут, что все замечательно, все прекрасно, она не поддерживает, так сказать, и у нее стыд за Россию. Вот это все. И у меня вопрос, знаете какой, я вот смотрел все это время вот эту вот театральную постановку, на которую нам предложили билеты бесплатно, и думал, как же дети Донбасса и жители Донбасса, которые 8 лет сидели в подвалах. Чулпан Хаматова за это время не хотела уехать, потому что не согласна была с тем, что мировое сообщество никак не замечает этих детей убитых и людей на Донбассе. То есть, с 14-го года все 8 лет Чулпан Хаматова великолепно себя чувствовала в России, зарабатывала за съемочный день огромные деньги, и ее никак не волновало то, что убивают детей и людей на Донбассе. Абсолютно никак, вообще. Но при этом она купила землю в Латвии, начала строить домик, и сейчас, 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 когда Украину стали освобождать от националистов, когда отодвинули эту 120 тысячу на армаду, которая стояла под финансированием Пентагона и биолабораторий все эти, от Крыма, ЛНР, ДНР, Ростовской, Воронежской областей, чтобы мы на мобилизации, сама она не поехала санитаркой, таскать наших раненых, ребят, уже не солдат, а гражданских на территории Крыма, Воронежской, значит, и Ростовской областей, вдруг сейчас у нее совесть проснулась, вдруг сейчас она поняла, что она так дальше не может. Меня поражает это, ведь она не одна такая. Я уже не первый ее слышу, что 8 лет они ничего не замечали, и вдруг сейчас, только сейчас, понимаете, у них проснулась какая-то гражданская позиция и совесть у них проснулась. А вы знаете, я когда смотрю, я думаю о том, что земелька, это и домик в Латвии, на которых много вложено, видимо, могут конфисковать, да? у всех, у тех, у кого проснулась гражданская позиция, совесть и так далее, когда 8 лет они молчали, почему-то это очень уж слишком связано с санкциями и с невозможностью ввозить валюту, оплачивать там все нормально и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть они годами работали, выводили деньги за рубеж, строили себе там гнездышки уютные на пенсии, и вдруг случилось то, и сейчас в Латвии, вы знаете, какое отношение, возьмут, конфискуют все, и все. И все, кто поехал, понимают, что все. Деньги и недвижимость. Вот что движет, это мое мнение. И этот дешевый театральный спектакль смотреть я лично отказываюсь и бросаю виртуальные помидоры и яйца на сцену, где сидят Гордеева и Хаматова в виртуальном театре, в дешевом театре, с дешевыми стульями, обшарпанными. В которые никто не ходит, потому что там фальш. Друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Напомню, что YouTube отключил рекламу на территории России, поэтому канал «Проект Будда Гришна» существует сейчас исключительно благодаря вашей помощи и поддержке. Я огромную признательность выражаю всем тем, кто поддерживает канал. Если вам нравятся ролики, вы хотите смотреть дальше, вы также можете оказать помощь. Ссылочка в закрепленном, комментарий в описании к видео. Там же ссылка на самый лучший телеграм-канал на свете Будда Гришна Новости и ссылка на группу ВКонтакте. Друзья, всем пока, до встречи. Спасибо, что вы настоящие патриоты своей Родины. И ваши сердца, наши сердца, бьются в унисон, сердцем земли, за которую воевали наши деды и прадеды. И мы отсюда никуда, никогда не уедем.